Свободная экономичная зона Гомель-Ратон была створена 21 год тому, другого соковика 1998-го. Зараз в своей складе 68 резидентов. Сколько сепроцующих омают 30 тысяч человек. Для поравнания, стольких людей проживают у двух таких городах, как Добруш и Чачерск. Замеченное унитарное предприятие «Мультипак» – один из первых резидентов свободной экономичной зоны. Не самая великая по кольпи сепроцующих, а ли уникальная. В Аусилях и Бразии такая упаковочная плёнка. Сегодня не вырубляется ни у одной краи, ни СНД. Объёмы так само не маленькие – 60 тонн в сутки. Причём 95% этой продукции загружается на экспорт. Зараз на предприятии охочевают планы по поширению творчества и, как следствие, в значном росте объёмов. Мы в прошлом году приняли решение расшириться, расширить ассортимент выпускаемых плёнок и их объём. Для этого в следующем квартале мы устанавливаем на площади, на существующих площадях «Мультипак» новую производственную линию. Она расширит как ассортимент производимой продукции, так и в целом увеличит выпуск полимерных материалов примерно на 40-50%. Сучасная свободная экономичная зона «Гомель-Ратон» размещена на территории 11 районов в области. Я ей особливостью тем, что для открытия новых творчеств в первую чергу были задеяничены площади, которые долгий час не выкористовывались. Что тычется, досягнутых в опущенный час выникал, я не так само ураживаюсь. В минулом году объём притягнутых инвестиций плановался на узровне 20 миллионов долларов. По факте 3,37 экспорт продукции – 116% замест 105 продовлеженных в першопочаткова. Бодай одинный проблемный момент – рост зарплаты. У целом по СЭС плюс, але на семи предприемствах яна знизилась. Выправлять ситуацию тем больше необходно, что рост заробков у работников-резидентов свободной экономичной зоны – потребования керевника державы. Об этом так само размова подчас сустречи керевников предприемств и администрации. Был подписан протокол главы государства, где были даны нам поручения. Первое поручение – это увеличить заработную плату резидентов, которые у нас работают, чтобы она не падала заработная плата. Второе – это увеличение фонда нашего, который идёт затем на строительство дорог, подстанций, улучшаем инфраструктуру за счёт фонда развития. Наведение порядка, поддержание порядка и регистрация предприятий на вновь включённых территориях. Мы по этим пунктам отчитывались перед главой государства, сейчас отчитались перед Советом министров и будем отчитываться перед администрацией президента о выполнении этих поручений. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гомель.